6 ноября 1941-го – черный день календаря для бавруйских евреев. Эта дата вот уже 79 лет напоминает о страшной трагедии. Тогда, возле деревни Каменка, фашисты уничтожили свыше 10 тысяч узников бавруйского гетто. Вместе с ними погибли и 500 советских военнопленных. Именно их заставили вырыть два 10-метровых рва, а после расстреляли. Эти ямы стали братскими могилами для евреев и солдат. Звучит поныне «стон деревьев» и плачет лес над головой. А в сердце имена погибших, уничтоженных войной. В 1978-м здесь воздвигли мемориал. С тех пор на месте скорби каждый ноябрь собираются те, кто обещал о вечности знает не понаслышке. Среди жертв Холокоста ни в чем не винные мужчины и женщины, старики и дети. В знак памяти от потомков – венки и зажженные свечи. Они были расстреляны только за то, что они были евреями. Этот памятник начал создаваться Мейером Зельгером и другими бобручанами в конце 60-х годов. Когда Мейер Зельгер впервые приехал на это место, здесь паслись свиньи и паслись коровы. И они из рвов доставали кости людей. И здесь было страшное зрелище. Поэтому он решил посвятить остатки своей жизни созданию вот этого памятника. Возле памятника четыре вазы. В этих вазах пепел наших близких. В тот самый ноябрьский день узников Бавруйского гетто до места расстрела в Каменке прогнали прямиком шоссейной. Теперь это улица Бахарова. Отсюда евреи шли пешком 5 километров. Это и был их последний путь. В 2008-м здесь открыли мемориальный знак прямо у проходной завода тракторных деталей и агрегатов. И вот этот памятник, который напоминает нам еще раз о том, что здесь было гетто. Обратите внимание, улица. Вроде бы все замечательно. Домики, окошки, которые открыты навстречу добру, навстречу света, навстречу солнца. Но пришла война. И война резко разделила город на две части. Улица на две части. На зону гетто, где в страшных условиях содержались узники гетто. И на свободную зону. Следующая локация Дня памяти – так называемая аллея праведников на социалистической. Здесь увековечены именно людей, которые спасли евреев от смерти. А мемориал из красного камня напоминает одновременно и крону дерева, и сердце, разбитое пополам. Специально маршрут был такой, что мы завершаем здесь, потому что есть привычка у человека. Перед этим, как ему что-то дают, он просит, просит, умоляет. А как ему дали, он утекает. А здесь должно быть наоборот. Должно быть понятно. Перед этим, как дали, просим. Вот это тот момент, который мы смотрели. Смерть, боль. Просим, чтобы это не повторилось. Облегчаем себе потом, понимаем, вот есть граница. Есть место жизни, есть место, не дай бог, смерти. После этого мы пришли сюда, чтобы не забывать тех, которые рисковали с собой. Массовые убийства евреев начались с приходом немецких войск и продолжались до полного освобождения республики. Точная информация о количестве жертв и общей численности евреев, которые проживали на белорусской территории к моменту начала Холокоста, отсутствует. Между тем, по данным научных источников, погибло примерно от 600 до 800 тысяч человек, а это практически 80% еврейского населения. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.